Актуальная тема на Тагил-ТВ. Сегодня мы беседуем с первым заместителем главы администрации города Вячеславом Горячкиным. Добрый день, Вячеслав Алексеевич. Здравствуйте, Олег Викторович. Здравствуйте, уважаемые тагильчане. — Периодически у нас в городе, в частности на прошлой неделе, состоялись учения по гражданской обороне. В данном случае, конечно же, затрагиваются интересы различных организаций и ведомств. А что является полномочиями муниципалитета в сфере гражданской обороны? Какая организационная работа лежит на плечах мэрии? — По гражданской обороне на органы местного самоуправления возложен достаточно широкий спектр вопросов. Но если укропненно сказать, это оповещение населения о чрезвычайных ситуациях природного, техногенного характера. Ну, либо какие-то в более тяжелые времена и в период военного времени. В этом случае мы отрабатываем и самостоятельно устанавливая систему оповещения, также отрабатываем с предприятиями. У них, как вы знаете, есть большое количество сирен, которые периодически проверяются на работоспособность. Также за органами местного самоуправления задачи по обеспечению средствами защиты, как индивидуальной, так и в целом населения. В этом случае у нас ведется и реестр укрытий, и убежища, которые на территории города существуют. Также задачи по обеспечению материально-техническому в период чрезвычайных ситуаций. Ну, это там целые планы, которые являются под определенным грифом для того, чтобы мы могли обеспечить при необходимости жителей и питанием, и другими необходимыми средствами для жизни. Ну, и жизнеобеспечения города в период таких событий. Также в задачах муниципалитета ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. Ну, вот, как вы уже сказали, мероприятия в виде учений проходят регулярно, чтобы готовность сил к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций разного характера были готовы, ну, средства муниципальные и органов министерства по чрезвычайным ситуациям. Мы также совместно отрабатываем. Ну, и другой большой спектр вопросов, связанный с охраной безопасности на водных объектах и так далее. Вот, в частности, в 68-й школе, да, бывшая, это горнометологическая сейчас школа, что можно сказать? Это все-таки муниципальные учреждения, и в данном случае тоже муниципалитету отводилась основная роль. Да, мероприятия были проведены, и Центр защиты населения отработал вместе с пожарными частями МЧС. Мы провели эвакуацию и укрыли учащихся в защитном сооружении. Мероприятия все были проведены успешно. Продолжая в какой-то части эту тему, президент накануне 1 ноября заявил о завершении частичной мобилизации. Что можно сказать о проведении мобилизации в нашем городе? Завершена план, выполнен, не выполнен? Ну, и как началась призывная кампания? В какие сроки она пройдет? В рамках указа президента город Нижний Тагил провел все необходимые мероприятия по проведению частичной мобилизации. Город задачу выполнил. 26 октября была завершена частичная мобилизация на территории города Нижний Тагил. Протоколом комиссии по мобилизации были утверждены результаты. По результатам, то есть оценку, соответственно, дает областная призывная комиссия, комиссия по мобилизации. Вы знаете, что по ходу мобилизации приходили изменения, категории призываемых, менялись, дополнялись списки тех, кто не подлежит мобилизации. Соответственно, ряд отмен, которые имеют право сделать только областной штаб по инициативе, в том числе и нашей комиссии, эти списки были направлены. Часть мобилизованных будет возвращена в ближайшее время. Они пока еще не возвращены, да? Нет, комиссия приняла решение буквально 3-го числа областной, то есть по ходатайству нашей муниципальной мобилизационной комиссии. Мы направляли списки чуть больше, но областная комиссия признала чуть меньшее количество, на десяток человек нам утвердила список по отмене. Поэтому в ближайшее время по этим людям документы будут направлены, и они будут возвращены в Нижний Тагил. А там еще вы задали вопрос как раз по призывной комиссии. Да, призывная комиссия в связи с тем, что проводилась мобилизация, была перенесена президентом на месяц позже. И вместо 1 октября она началась с 1 ноября, началась действительно с первого же дня. Я уже принимал участие в заседании призывной комиссии именно 1-го числа. Уже призывники прибывают, проходят медкомиссию, и годные призывники будут, первая партия будет отправлена 9-го ноября. План по призыву Нижнему Тагилу определен 245 человек. То есть план не больше, чем в прежние периоды. Поэтому думаю, что мы достаточно плотно поработаем с военкоматом и выполним эту задачу. Что можно сказать о том, как в городе осуществляется помощь мобилизованным, ну и вообще всем тем, кто отправился для участия в СВО? Какие предприятия, организации участвуют в изготовлении необходимого инвентаря вещей для защитников Отечества? Те предприятия, которые по госзаказу изготавливают для вооруженных сил определенную продукцию, я их называть не буду по понятным причинам. Но предприятия, которые включились в сбор средств и помощи мобилизованным, и семьям мобилизованных, их такое количество, что перечислить невозможно. Это очень радует, что у нас люди отзывчивые, и не только предприятия, и физические лица очень активно принимают участие, хотят чем-то помочь, что-то передать и военнослужащим, и семьям. Поэтому всем огромное спасибо. Официально у нас три пункта развернуты муниципальными и городскими властями на территории города, и шесть общественными организациями. Ну, я сказал уже, что и предприниматели и самостоятельно собирают, и направляют в помощь нашим мобилизованным дополнительные средства. Ну и давайте перейдем к темам, которые касаются развития города. Как в Нижнем Тагиле выполняется программа по строительству жилья? Какие задачи у города в этой сфере? Город в 2022 году получил задание по вводу жилья в количестве 56 с небольшим тысяч квадратных метров, в общем плане, который есть для Свердловской области. На конец октября у нас показатель уже 47 с половиной тысяч квадратных метров введенного жилья. Хочется отметить, что половина от этого количества – это индивидуальное жилищное строительство. Очень активно тагильчане строят и вводят индивидуальное жилье на территории города. Также ряд объектов в процессе строительства. Думаю, что мы в рамках плановых цифр города завершим. Ну и задача муниципалитета в этом направлении – это обеспечение земельных участков, соответственно, пригодных для строительства формирования, выставления на торги. У нас большой запас таких земельных участков. Вы знаете, что у нас и Муринские пруды под застройку, и Александровский. Активно строительство ведется в Дзержинском районе. Пока это два центра, где есть возможность строить. Также в пойме реки Тагил в Приречном районе конкурсный управляющий реализовал имущество, которое было раннего банкротной строительной организации. Этот недостроенный объект приобретен новым уже застройщиком. И он также планирует этот объект завершить. Я думаю, что наконец-то мы там увидим оживление в части жилищного строительства. Завершается отбор предложений на включение в перечень общественных территорий, которые могут благоустраиваться в 2024 году по национальному проекту «Жилье и городская среда». Первый этап – это проведение общественных высуждений. Пока же сбор предложений идет, какие поступили нет от жителей города, и какие территории могут участвовать в этих обсуждениях уже в открытую? Действительно, три этапа при отборе у нас производятся. Первый этап – это сбор предложений. Заканчивается он уже у нас 8 ноября. На сегодняшний день у нас подано 7 предложений по 7 общественным территориям. Думаю, что в этих пределах примерно завтра, 8 числа, мы завершим сбор предложений. В период декабрь-январь будет проведено уже обсуждение этих проектов, а весной будет рейтинговое голосование. Для тагильчан это уже привычное действие. А также из этих территорий останутся, видимо, 2 или 3, да? На рейтинговое голосование будет выставлено 2 или 3, но не менее 2. То есть не менее 2 будет выставлено на рейтинговое голосование, которое более популярно будет среди тагильчан. Основной, конечно, критерий – это мнение жителей города Нижний Тагил, какую территорию нужно благоустроить в следующий период. Поэтому именно тагильчане должны и выбрать территорию для благоустройства. Поэтому напоминаю и призываю активнее участвовать в этом процессе. И есть время, есть возможность еще и заявить территорию для благоустройства. Ну и, конечно, развернуть работу по поддержке этой территории соседями, жителями того микрорайона, в котором вы проживаете. Поэтому призываю активнее включаться в процесс. Можно назвать вот 7 проектов предложений, вы уже говорите, какие это территории, где, в каких районах города? Здесь все районы охвачены. В принципе, есть и Дзержинский район, и Гальяно-Горбуновский район, и центр города. То есть есть территории, которые впервые предложены, а есть территории, которые уже попадали в предложения прошлых лет. Поэтому итоговый список уже можно будет увидеть после 8-го числа. Уже второй месяц работает новый созыв Городской думы. Вы представитель главы города в Городской думе. Какие вопросы сейчас на повестке дня? Что обсуждаете с депутатами? Учитывая, что новый созыв Городской думы избран осенью этого года в самый пик подготовки бюджета города на следующий год и плановые периоды, конечно, наверное, депутатам непросто будет, но необходимо будет быстро погрузиться в бюджетный процесс. Депутаты рассматривают сейчас отчеты исполнения бюджета. То есть, соответственно, они увидят, как исполнялся бюджет этого года. Им будет проще участвовать в процессе рассмотрения и принятия бюджета следующего года. Ну и, соответственно, сопутствующие вопросы. Это и ставки аренды муниципального имущества, которые являются составляющей доходной части бюджета. Ну и другие вопросы связаны именно с формированием бюджета. Также депутаты запланировали уже два выездных заседания. Они хотят посмотреть, как реализуется проект «Наша новая школа» реконструкция 23-й школы. Ну и посмотреть другие объекты, финансируемые за счет федеральных проектов и областных средств. Ну и еще об одной думе хочется спросить. О Молодежной думе предыдущая закончила, завершила свою работу, началось формирование нового состава. Какие сейчас условия отбора, поскольку они менялись от Молодежной думы к Молодежной думе, от созыва к созыву. В какие сроки она будет сформирована? Что можете сказать? Новый созыв Молодежной думы будет сформирован из граждан от 18 до 35 лет. Сформирован будет на период 2 года. В течение месяца с 31 октября до конца ноября можно будет подать заявку в комиссию по отбору. Отбор несложный. Нужно будет подать заявление, анкету, эссе. Почему я хочу стать депутатом Молодежной думы. Комиссия отберет 20 кандидатур, которые войдут в новый состав. Здесь, конечно, хотелось бы, чтобы проявилась та активная молодежь, которая не безразлична, как будет жить в дальнейшем город Нижний Тагил, которые хотят и имеют возможность предложить какие-то идеи для его развития. Поэтому мы очень рады, если этот созыв также будет активен и будет принимать участие в жизни города. Благодарю вас за участие в нашей программе. Мы беседовали с первым заместителем главы администрации города, Вячеславом Горячкиным. Всего доброго. Оставайтесь на Тагил-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова